Здравствуйте! Сегодня 5 мая, цветет жимолость. У нас холодно, плюс 12, очень сильный ветер, солнце едва проглядывает, но тем не менее на жимолость, это сорту сульга, прилетают шмели. Этому кусту четыре с половиной года. Он достиг высоты метр десять и столько же в диаметре. Жимолость цветет уже не первый день, как вы можете видеть пошел уже прирост нового года. Жимолость пришла к нам с Дальнего Востока, и где-то эту культуру знают хорошо и выращивают уже много лет, а вот в нашей местности про нее и слыхом не слыхивали, как говорится. Поэтому первый раз эту культуру я увидела и попробовала ягоды, только когда высадила ее на своем участке. Поэтому я хочу рассказать про жимолость, в том числе и для тех, кто про нее ничего не знает. Чем мне нравится эта культура? Она очень зимостойка, выдерживает минус пятьдесят градусов. Цветочные почки и цветы, вот такие вот уже мы все цветы, выдерживают заморозок минус восемь. То есть в нашей полосе вы каждый год будете с урожаем. Если жимолость посадить в хороший питательный грунт, то она будет давать большие приросты. Жимолость очень скороплодная культура. Я ее посадила осенью 2016 года, а весной 2017 я попробовала первые ягоды. Конечно, их было несколько штук, но все равно это радует. Обратите внимание, жимолость кора, как с нее слезает на стволике, это не болезнь, это особенность жимолости. Что касается посадки жимолости. Нужна яма диаметром пятьдесят, глубиной сорок. В зависимости от того, насколько у вас плодородная почва. Привет, петух! Нужно два-три ведра перепревшего навоза или компоста. В качестве калийных удобрений можно взять золу. В качестве фосфорных суперфосфат по инструкции. Либо положить какое-то комплексное осеннее удобрение. Петух у нас солнышко, видимо, увидел. А также можно использовать любое комплексное удобрение. Жимолость с открытой корневой системой сажают только осенью, потому что весной она рано просыпается и очень плохо приживается. Жимолость с закрытой корневой системой из контейнера перевалкой можно высаживать в течение всего сезона. Жимолость очень нетребовательная культура. Ее важно поливать весной и в начале лета. Тогда ягоды у вас будут значительно крупнее. Особенно, если весна жаркая и засушливая. Полив очень сильно может повлиять на размер ягод. Болезни и вредители у жимолости я никаких не заметила. То есть обрабатывать ее не надо ничем. Можно получить абсолютно экологически чистый урожай. В подкормках тоже нет ничего сложного. Обычные подкормки, как и для всех культур. Единственное, что я хотела бы сказать, что почву для жимолости желательно раскислить доломитом. Потому что кислая почва, к сожалению, плохо на ней отражается. Место для посадки жимолости должно быть солнечным. В тени она также будет прекрасно расти, но вот урожай будет значительно ниже. И еще. Это вот недостаток жимолости. Это не самоплодная культура. Если у вас один куст, то урожай будет очень незначительным. Желательно сажать 2-3 куста, которые цветут в одно время. Но по моим наблюдениям, они все цветут в одно время. То есть и ранние, и поздние. Ну, смысл сажать поздние сорта жимолости, я не очень понимаю, зачем. Дело в том, что жимолость, она самая первая. Плодоносит, то есть даже в нашей средней полосе, она, если весна более-менее стандартная, наверное, не такая холодная, как в этом году, 1 июня уже можно собирать ягоды. Представляете, 1 июня. А если учесть, что жимолость это высоковитаминная культура, то это просто замечательно, вот период. А витаминоз у нас заканчивается, начинается у нас жимолость. Какие сорта выбрать? Дело в том, что селекция не стоит на месте. И старые сорта, которые продаются у нас очень часто, они, конечно, хороши, но есть значительно лучше. Я приобретала сорта в Бокчарском питомнике. У них можно заказать их по почте. Они присылаются открытой корневой системой. На мой взгляд, из тех саженцев жимолости, что я видела, у них оптимальное соотношение цена-качество. Саженцы трехлетки очень хорошие, но заказать вот на осень, потому что с открытой корневой системой. Ищите у них в каталоге новейшие сорта жимолости. Вот это вот у Сульга. Очень понравился мне сорт Восторг. Сторг Стрижевчанка очень капризный, на мой взгляд. Поэтому я пока не могу его рекомендовать. Маленький у меня еще есть Югана, Дочь Великана. Вот это вот новейшие сорта. Синий утес у меня еще тоже маленький, пока ничего не могу о нем сказать. Но вот у Сульга Восторг, это вот очень хорошие сорта. Прилетают у нас пчелки. Пытаются на что-то опылять бедные, как их ветром таким не сносят. Но тем не менее. Характеристику по каждому сорту я дам, когда можно будет уже посмотреть ягодки. Пока вот только цветение. Еще говорят, жимолость бакчарская не хороша тем, что она зацветает осенью. Согласна. Вот у Сульга у меня сидит на таком тепленьком местечке. А последнее время осени у нас такие затяжные и теплые, что она зацветает у меня каждый год. Вот вы можете видеть цветение, я надеюсь. Вот мое личное мнение, то что там она распускает несколько цветочков осенью, незначительно сказывается на урожае весной. Ну вот не считаю я. Это недостатком. К тому же я думаю, что любая жимолость и питерской селекции, то же самое зацветет у нас осенью. Еще у меня на испытании есть жимолость канадской селекции. Есть мнение, что это лучшая селекция жимолости на данный момент. Ничего не могу сказать, буду пробовать. Посадила я их в прошлом году, в этом году они у меня будут цвести. Я посмотрю первые ягодки. Это, конечно, будет ни о чем, непоказательно, но все равно уже любопытно. У меня есть три канадских сорта. Вообще жимолость очень рекомендую. Неприхотливая, нет болезней, вредителей, высоковитаминная, самая ранняя. Вот посадите хотя бы три куста в хорошем солнечном месте. Хорошо заправьте, поливайте весной. И будет вам счастье, как говорится. Спасибо за внимание.